Как срежиссировать собственное путешествие? Что посоветовать людям? Само путешествие, саму логику твоих передвижений и интересы, которые ты хочешь достичь в том или ином путешествии, это, я считаю, лучше самому организовать. Потянуть можно 100% любое путешествие, и лучше, если ты его сам себе организуешь. Это может совершенно какие-то новые для тебя открыть горизонты, вообще жизненные. Ты можешь вернуться даже другим человеком из правильного путешествия. Не обязательно заранее бронировать. Я, например, очень часто приезжаю в те или иные места, и наоборот, оказывается, что ты можешь пожить даже денек-другой в очень дорогом отеле. Нагрянув неожиданно, ты можешь, наоборот, попасть в несезон и получить очень хорошие скидки, например. Такое тоже бывает. С отелем понятно. А что касается, например, билетов? Очень многие хотели бы узнать, есть ли какие-то секреты, где, как подешевле найти билет. Сезон не сезон. То есть явно в ту или иную страну ехать в сезон, ты точно попадешь на большие билеты. Вот прям вот тезис на первое, второе, третье, что обязательно нужно, чему следовать, чтобы путешествие получилось? Сначала продумаешь маршрут, понимание, куда ты хочешь попасть. Я, например, очень люблю подбирать маршрут по фотографиям. Я залезаю в интернет, смотрю картинки, и есть иногда просто вот картинка, которая бах, она тебя цепляет, и ты хочешь быть там. Второй момент – это снаряжение. Вот на нем вообще лучше не экономить. Я считаю, лучше один раз купить хорошее снаряжение и потом долго им пользоваться. Вот. Ну и третий момент – нормальная, хорошая, более-менее физическая подготовка, состояние. Топ-5 стран от Леонида Круглова, где, ну, наверное, стоит побывать. Я бы на первое место поставил бы Индонезию, на второе место – Индию, на третье место я бы поставил Эфиопию, на четвертое место я бы поставил Якутию, если ее можно назвать страной, да, потому что это действительно страна, это очень интересный регион здесь у нас в России. И на пятое место я бы поставил огненную землю Аргентина. Главное туда добраться, найти как раз вот это окно, когда можно туда долететь недорого. А сама страна недорогая. Чем не стоит пренебрегать? Прививки, страховка, как вот с этим? Ну, конечно, нужно такие вещи готовить. Мы в экзотические страны обязательно делаем, конечно же, прививки и берем с собой определенный набор медикаментов. Это важно. Но я бы еще добавил бы такую вещь, о которой мало кто задумывается. Это еще знание, дать себе труд изучить традиции той страны, куда ты едешь, этнографические традиции, религиозные традиции. Немножко изучить психологию даже иногда, свою собственную и других людей. Потому что, чтобы не попасть в ситуации, когда ты будешь делать что-то очень неприятное для этих людей. Чтобы опасность на себя не навлечь. Спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам в студию. Спасибо за вот эти советы, которые вы дали. Я очень всем это желаю. Найти свое путешествие и совершить его, это очень важно. Спасибо.